Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, за богослужением, читается Евангелие от Иоанна. Это первые 11 стихов 14 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте. В дому отца моего обители многи суть. Аще ли жени, реклы бы их вам, иду уготовать и место вам. И аще уготовлю место вам, паки прииду, и поему вы к себе. Да и де же есть маз, и вы будете. И ама же аз, иду вести, и путь вести. Глагола ему, Фома, Господи, не ве мы, ка мы идиши, и как о можем, путь ведите. Глагола ему, Иисус, аз есем путь, и истина, и живот. Никто же придет ко отцу, токма мною. А щемя бысти знали, и отца моего знали бысти уба. И от сели познасти его, и видести его. Глагола ему, Филипп, Господи, покажи нам отца, и давлеет нам. Глаголы ему, Иисус, толика время с вами есем, и не познал есемене, Филиппе. Видите вы меня, видя отца, и как о ты глаголеши, покажи нам отца. Не веруеши ли, яко аз во отце, и отец во мне есть. Глаголы я же аз глаголю вам, о себе не глаголю. Отец же во мне пребывает, ой, творит дела. Веруйте мне, яко аз во отце, и отец во мне. Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. Сказал Господь своим ученикам, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам отца, и довольна для нас». И Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Желая приободрить учеников перед грядущей крестной смертью, которая прославит его, Спаситель говорит, «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте». Этими словами Христос показывает апостолам, что отшествие его из этого мира необходимо, чтобы привести их в постоянное, уже вечное общение с ним. Спаситель открывает им, что скоро увидится с ними опять. Теперь же он идет приготовить им место в доме своего отца. Борис Ильич Гладков отмечает, «Казалось бы, апостолы должны были понимать, что Христос идет к своему отцу, то есть к Богу, и что путь этот, вошедствия к Богу, есть путь страданий, смерти и его воскресения». Но они так еще были отуманены ложными еврейскими понятиями о царстве Мессии, что никак не могли догадаться, о чем говорит Христос. И вот один из них, Фома, сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Спаситель в ответ замечает, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть путь, ведущий Христа к Богу, это его страдания, смерть и воскресения. Путь же, ведущий к Богу людей, это Сам Христос, открывший людям истину Божию и путь к вечной жизни. Именно этим путем они должны идти к Отцу, чтобы наследовать жизнь в ожидающих их вечных обителях. Ранее Господь обращается к ученикам, как к понимающим Его предназначение, «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Но затем добавляет, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Святитель Иоанн Златоуст пишет, что этими словами Господь не противоречит себе, потому что ученики, хотя и знали Его, но не так, как следовало. Бога они знали, а Отца еще не знали. Уже впоследствии Дух, сошедший на них, сообщил им совершенное знание. Смысл слов Христа такой, «Если бы вы знали Мое существо и достоинство, то знали бы и Отца». Несмотря на такие пояснения, маловерие все еще смущало апостолов, а потому Филипп, сходный по характеру с Фомой и, следовательно, отличавшийся рассудительностью, обратился ко Господу со следующей просьбой, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Конечно, Филипп хотел видеть Бога Отца телесными очами, быть может потому, как слышал, что такого видения удостаивались пророки. Но Христос наставляет его на путь истины и убеждает познавать Отца через себя. «Видевший Меня, видел Отца». И под этим видением Христос подразумевает веру. Господь внушает Филиппу ненужность его просьбы, поскольку через дела, учения и саму богочеловеческую личность Христа они давно должны были познать Бога Отца. Александр Павлович Лопухин поясняет, видеть Отца во Христе все равно, что верить в то, что Сын пребывает в Отце, действует во имя Его, и что Отец самым реальным образом пребывает в Сыне, сообщая Ему свое могущество. Поэтому вопрос Господа Филиппу, «Разве ты не веришь?» содержит призыв к вере. А призыв этот Господь основывает на том, что Его учения и дела – все происходит от Отца. За Ним во всей Его деятельности стоит невидимый Отец. Много дел божественной силы, божественного милосердия совершил Христос, и во Христе Отец. И эти чудеса не только убеждают в божественности Христа тех, кто не знает Отца, но и утверждает веру последователей Христовых. И как Господь доказывает свое посланничество от Бога божественностью своих дел, так и мы, дорогие братья и сестры, будем свидетельствовать о том, что мы Его ученики, наполняя этот мир милосердием посредством наших добрых дел по отношению к ближним. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи!